Субтитры создавал DimaTorzok О, такое давление на конференции было. Да, особенно сильно оно проявлялось, когда ты пришел в дверь. Сразу пришло и давление. Исаия 10 тоже, царь ассирийский, царь вавилонский. Функции Вавилона описаны. Если вы даете финансы не по водительству Божьему, вы сеете на торгу, и вы взаимодействуете с царем Тирским. О, брат Дмитрий, я хочу благословить вас двумя тысячами долларов. Тебе Бог это сказал, или ты хочешь это делать? Ну и тогда молись и узнавай. Если ты мне дашь то, что Бог не хотел, чтобы ты мне дал, тебе в этом не будет благословения. Мы обогатились Его нищетой, Иисуса Христа, когда Он обнищал. Не тогда, когда Он ходил по земле, а на кресте Он обнищал. Даже Его одежду разодрали. И Он был абсолютно голый. У Него не было набедренной повязки. Всядя на сколько, ну, да, распинали голых. В фильме показывают набедренные повязки, но они же не покажут там все. Но голых распинали. Это был позор. Аса взял сокровище Дома Господнего и откупился от царя демонического, войдя в соглашение. Вот это то, что мы делаем. Мы научились откупаться. «Ты меня не трогай, я не трогаю». «Бойся ты, бойся». «Бойся ты, меня не бойся». Помни, цари могут создавать коалицию против нас, поэтому нам нужно быть в единстве с царями. Дружите с царями. Кто уже знает, что он делает. Кто имеет определенный, ну, чтобы учиться правлению, надо учиться у тех, кто уже в этом движется. Помазывает вас Иисус. Было определенное помазание, которое было прорыва, высвобождено. Я уверен, что 90 человек пропустили это. 90% людей. Знаете почему? Потому что у всех картина, что помазание получить – это выйти. на кого-то возложили руку. Я сделаю так, ты испугаешься, упадешь, потрясешься, поднялся, получил помазание. Да? Продемонстрировал, как ты его получил. То есть, вот так вот через пророческое, то есть, наверное, мы получаем это. Мы не от человека получаем это все. Мы получаем от помазания, как то есть Иисус Христос. Самое главное. Я получил пророческое слово о своем пророческом служении от лидера группы прославления в церкви, от Аллы. Стадничук. Я говорю, что он не мог там, Господи, Банихина послать? Или Райханда Бонкин? А ты б тогда гордился. Сразу фотографии выставил. Я был в одной церкви в Дурбане. Там два льва, два орла, постамент такой. И меня посадили, знаете, как стулья такие на сцене. Слушайте, так неудобно ни продохнуть, ни пукнуть, ничего. Все на тебя смотрят. Думаешь, как люди там сидят вообще, так неудобно. И пастор взял меня, бывший морской пехотинец, взял меня и начал показывать в офисе, как он с тидиджейком, как он со всеми, ну там, великими. И говорит, то, что я тебя пригласил там, ты мне... Должен. Да. Подарил мне... Подарил костюм, лучше спортивный бы подарил. Я не люблю вот эти все костюмы. Потеешь, вот это все тряпками этими. Ты вытираешься, оденься удобно, культурно, да. Поэтому, вот, поэтому помазание мы получаем от Него. Вам не нужно двойное помазание Ильи. Вам нужно помазание Иисуса Христа. Зачем вам нужно ветхозаветное помазание праведника? Когда Иисус превзошел их всех. А вот я хочу помазание Есфири. Встречались. Хорошая женщина, очень красивая, золотые волосы. Приходила ко мне в офис. О-о-о! Привет, Синистик. Синистик. Ам... Ведение. И... Ведение. Ведение я видел толпы христиан. Толкаются, роятся, возмущенные ветрами, как волны вздымаются вверх и вниз. Разношерстные группы, миллионы и миллионы, они шумят, издают звуки, но ни один не смотрит вверх. Они смотрят друг на друга и показывают себя. Этот шум, как гул, был очень неприятен для моего слуха. Это как на базаре. Дом торговли. Не многие... На многие километры во все стороны были видны эти массы, занятые собой и своим устройством. Я услышал, это внешний двор. Он на земле. Они вращаются в земном притяжении. Земля — это все, что они видят и все, что они хотят. Они не хотят взлететь. Они приземлились и находят в этом удовольствие. Их награда — плоды трудовых. Мне стало не по себе, ибо я вспомнил, что крыло храма, то есть внешний двор, будет отдан на попирание язычникам, и мерзость запустения распространится на внешний двор храма. Мерзость запустения никогда не попадет во святое святых. Поэтому надо жить там и учиться пребывать в правильном месте. Эти христиане в плену своих собственных идей и разработок. Пустые мечтатели. Все они были скованы цепями, идущими к их господам тьмы. Они могли двигаться, как собаки на привязи, но их движение было ограничено. Знаете, отступники в духе ходят с мордами собак. Как пес возвращается на плевотину, и как свинья идет валяться в грязи. Так и те, которые отступают. В духе ты видишь обступник, у него не голова Христа, у него голова собаки. А вы знаете, что ваш дух не касается земли. Мое тело ходит по земле, наш дух не прикасается к земле. Он парит в воздухе на расстоянии определенном. Ну это так, к слову. Смрад, как дым черный, поднимался от них. Воняли. Они пропахли той сферой, в которой они живут. Они уверены, что все у них хорошо с Богом. Но это обман. Орлы летали над ними и взывали голосом Бога, обращались к их сердцам. Но некоторые из них стали стрелять в орлов. Стрелами ненависти. Они не долетали до орлов. Орлы для них были помехой, и послание их было для них пустым. В своей милости Господь все еще обращается к ним, ибо любит их, но их любовь охладела. Они только любят себя. Все, что они строят, будет разрушено. У некоторых не было глаз и ушей из них. А у некоторых были глаза, но они были пусты. И это не язычники. Для них есть еще время, но очень коротко. Есть среди них те, кто обратятся и восстановятся. Их жизнь – это они сами. Эгоцентричные, душевные, не имеющие духа. Это внешний двор. Затем я увидел летающие, как парящие в воздухе острова. С зеленой травой. Люди пели и танцевали и праздновали. Их внимание было сосредоточено на подсвечнике, семисвечнике. Стола с хлебами предложений. И они пировали и общались возле алтаря воскурения. Их было намного меньше. Они были в светлых одеждах. Их удел – их остров. Их остров, их динаминация. Они восхищаются святыми вещами. Фарисеи восхищались святыми. Они украшали гробы. Убивали, потому украшали гробы. Но не взирают на святого, ибо нет у них единства. Они поглощены и восхваляют, но не Бога, а свои достижения в Нем. Они упоминают имя Бога, но приборы в святом – это их цель, фокус и жизнь. Это святое место, внутренний двор. Господь ходит среди них, но они его не воспринимают. Они смотрят на их памятники и хвалятся своими подвигами. Они не настолько вошли в образ святынь и чтят их глубоко. Но святыни эти – знаки, указывающие на Бога. Это люди, которые поклоняются Божьим вещам. Которые то же самое, что идолы. Никакой разницы. Подсвечник, минора, может быть таким же идолом, как Ваал, если в этом нет Христа. Если мы не сосредоточены на том, на ком мы должны сосредоточены быть. Они обитают, обнимают и целуют знаки. Это то, что я видел. А вы уже судите. Они тоже довольны своим положением и своим состоянием. Им не нужно большего. Они думают, что уже достигли всего, чего нужно. Активность ангелов тоже присутствовала там. Иногда на горизонте они видели другие острова, которые перемещаются в небесных сферах. И уничижали их. Они были посвященные, просвещенные людей внешнего двора, но все еще ограниченные. Иисус пытался раздавать им что-то, но они, взглянув, отказывались от этого. Это разжиревшие, зажравшиеся овцы в церквях, которые уже думали, что они достигли. Думал, что они знают Библию. Этого нет в Библии. Они ходят вокруг да около Бога. Их идолы, их достижения. Я увидел даже некоторых воинов, кто выиграл одну, две битвы и сказал, довольна войны для меня. Я подустал, хочу отдохнуть. Хотя они вращаются в небесных сферах, они вращаются по кругу. У них как бы есть ощущение движения, но нет восхождения вверх. Ух ты мой подсвечничек. Пятидесятничек ты мой. Потому что это говорит о пятидесятничестве. Ух ты моя ты, золотая штучка. Ой, братья, прямо какие вы подсвечники. Золотые, да. Хлеб-предложение. Евангельские христиане. Вау, ребята, умнички. Ах, харизматы. Здравствуйте. Как вам вокруг воскурения фемямчика-то? Надышались, довольны? Да, брат. Что ты тут нам втираешь? Ты видишь, святыми вещами занимаюсь. А завеса-то, ребята, открыта. А почему бы не дальше? Почему бы не оставить ваши светильнички и подсвечники? Потому что ваша цель – это главенство. Когда разместить Иисуса в скинии, его голова придется на ковчег завета. До тех пор, пока ты не крутишься вокруг ковчега завета, ты не знаешь главенства Иисуса Христа в твоей жизни, извини. Пятидесятница – это только 50% того, что ты можешь иметь в духе. А ты на этом остановился. И я крещён языками. Сразу представляешь такие. Меня крестился языками. Языками. Сразу представляешь такие языки, которые там на тебя свисают или ещё. Крестился Богом, Духом Святым, какими языками. И я говорю иными языками. Всё, я достиг. Да ты только начал. Только начал. Да вот мы там разберёмся со всеми в городе. Поставим своего в правительстве. Вообще от правительства состояние государства мало зависит. Вы знаете это? Оно зависит от состояния церкви. От состояния верующих. Потому что мы духовное правление, главенство. Когда на Майдане выбирали, я плакал. Когда там молились. Написано, не присоединяйся к толпе со злым умыслом. Все эти демонстрации – это бунт. Бог не поощряет никаких бунтарей. Царя чтите. Да и вот эти все молитвы, знаете. Будьте внимательны вообще. Куда, с кем и как. Я говорю, Господи, чего все радуются на Украине? А я хочу плать. Он говорит, сыночек, ты увидишь этот результат. Они променяли своего царя на царя, которого они поставили. Они променяли духовную власть. Сторговали на физическую. Потому что думали, физическое что-то изменит. Но они пожнут, сынок, и выучат урок. Наше благосостояние вообще зависит от служения и познания нашего царя. Пусть президенты занимаются своими делами. Нет, как Даниил же был так. Извините. Извините. Когда Бог кого-то призывает в правительство, ты призываешься на смерть. Или ты компрометируешь, такой, как они становишься. Ты не продержишься там долго. Ты или изменишь, или тебя изменят. И такие баллотируются с внешнего и внутреннего двора. Когда ты во святом святых? Ой, там ничего нет, кроме славы. И все, что тебя интересует, это Он. Это Он. Познать Его. Пусть не хвалится сильной силу Свою, мудрой мудростью и богатым Богатством Своим. Богатым дают знатные места в церквях, потому что они очень много платят. И им дают место за кафедрой. Да хоть ты миллионы давай, если ты не имеешь этот дар, ты не будешь проповедовать за кафедрой. А Яков говорит, послушайте вы, богатые, кто так проповедовал? Не убывайте на богатство неправедное и хвалитесь своим унижением. Я не хочу унизить там, если здесь есть богатые и так далее. Ну, понимаете, что я имею в виду? Тут все раздается, все покупается. Нет. Если ты зависишь от мамоны, ты всегда будешь только говорить то, что тебе царь говорит, как его глашатай представитель. Поэтому невозможно служить двум царям, дворта иметь невозможно. И две головы, это шизофреник. Сегодня я с мамоной, завтра Иисуса поклоняюсь, сегодня там, сям, сям. Все. Внезапно заканчивается. Я услышал голос, повернулся на него и увидел, как бы врата начинаются. Они так ярко блестели и горели светом, что при приближении к ним можно было ослепнуть. Я видел, как некоторые тоже летели со мной в стороны этих врат. Кто эти, летящие как облака? И как голуби, голубятнем своим. Исайя увидел людей, которые отображали славу Святого Духа и которые были похожи на облака славы и на Духа Святого. Кто эти? Вдруг перед нами возник как бы рубеж, граница. в воздухе. И мы остановились там. Я услышал, возврата уже не будет. Это последний рубеж. Я осознал, что врата это завеса. Яркие краски этой завесы поражали. Узоры были прекрасны и менялись, как в калейдоскопе. Слава! Это была завеса, которая была на пол Вселенной. Мы не говорим там шторку открыли где-то. Заходи! Это была живая завеса и на фоне ее выступали фигуры хирургимов. Ой! Они были огромны и величественны, но не устрашающи. Приближившиеся к завесе, те, кто приблизились, они окунали в облако благоухания Христа. И в этом облаке люди входили сквозь завесу и становились узорами на завесе. Их образ отпечатывался на завесе и свидетельство их жило в завесе. Я только некоторое время назад узнал, что одежды первосвященников были водканы в завесу предыдущих. Как бы идентификация. Вы знаете, что первосвященник ходил через завесу? Он не пролазил на четвереньках под ней. Откуда это учит, мне вообще непонятно. он брал кадила, он просовывал свою руку через завесу и входил через нее сам, потому что он входил в другое измерение славы. Ее невозможно было поднять. Знаете, сколько она весила и какая толстая она была? Это не было пленка такая. Хорошо. Увидел, я увидел и свидетельство, я увидел огромный зал весь из золота прозрачного как лед. И в нем, в этом зол, представьте, как прозрачное, всякие драгоценные камни, и они переливались, волны славы ходили по стенам и оживляли их. на драгоценных камнях были имена тех, кто вошел туда. На небе те места, которые ты посещаешь, помнят тебя. Когда стало преобладать красное, Лена, красное, красный цвет славы, красные ворота, красивые, красный цвет славы, рубиновое свечение славы, я увидел нечто впереди. Это был огромный золотой ковчег, который на небе, по образцу которого была устроена земная сгиняя. Он сиял, светился и вибрировал. Он не был, понимаете, таким вот статическим, как шкаф такой. Это энергия. Это свет. Он состоит из фотонов сверхъестественного света. Вы знаете, когда человеческое ДНК помещают в пробирочку и высвобождают фотоны света, они прилипают к человеческой ДНК. Мы сотворены ходить во свете и принимать свет. А у кого другая ДНК, тот принимает сгустки тьмы. Это скиния свидетельства. Это то, что я услышал. Голоса свидетельств исходили от ковчега. Триллионы голосов свидетельствовали о славе Божьей. Это как гром, как хоры такие, то есть скиния свидетельства. Те, кто вошли туда свидетельствовали, ну, триллионы, миллионы, не знаю, все эти миллиарды. Он был, этот ковчег, представьте, он был обрамлен короной. Он был обрамлен короной. Посмотрите, даже земной ковчег, он по краям имел корону. Потому что это говорится о главенстве и господстве, о царственности, которая выглядела как небольшие гряды гор. Вот такой ковчег там. Это не такой ящичек там подошел. Друзья, это небесные масштабы. Это даже не Соломонов храм, где все было в два раза больше по размеру. Красота и великолепие отражалось от ковчега. Знаете, как вода по стенам в гроте отражается? я видел херувимов завета. Я не видел их лиц. Никто не знает. Там не сказано, что у них были человеческие лица. Мы не знаем... Знаете, как рисуют человечков лицо такое крылья? Там не сказано, какое лицо у него было. У херувима может быть четыре лица на небе. У него может быть два лица. Человеческое и львиное. Таких херувимов описывается в храме Соломона. Херувимы это градация ангелов. Их не четыре. Их миллионы. И у них есть разные уровни власти и владычества. Так вот эти два херувима одни были перед завесой. Потому что на завесе были выгравлены херувимы. Посмотрите. Тебе надо пройти этих херувимов, которые... А эти это были на крышке от ковчег херувимы. Если приблизительно посмотреть, но я скажу, ну каждый из них с размахом крыльев километров пять-десять. Мы не говорим о пупсиках, ангелочках. Это махины. Такие, что просто... они стояли по углам ковчега. Их крылья были в четыре три раза больше, чем они сами. В три в четыре раза больше, чем они сами. Все вибрировало и ходило ходуном там. ой. Аллилуйя! И Дух Божий носился, порхал над водами. Огненная дверь горела между их крыльями. и они смотрели в эту дверь. Херувимы. Они смотрели в эту дверь. Эта дверь была тоже как огромная гора. Размеры там ошеломляющие. Я описываю так, как это можно описать. Но некоторые вещи иные. Они стражи этой двери. Они не смотрели на тех, кто подходил вообще. Их задача смотреть на дверь. Они привратники. Они ожидали появления кого-то в этой двери. В проеме двери появились два идентичные по образу. Два. Один выглядел как сын человеческий, другой имел очертания человека, но выглядел как нечто непохожее. но они были одинакового размера и роста. Вы или принимаете, или вы втыкаете. Что-то одно из двух. Так тихо. Или все хорошо, или ничего хорошего. Первое. Первое. Слава Богу. один был Иисус, другой отец. У них вдруг от них взрывом произошел свет и наполнил эту комнату. Вот они появляются в дверях, наполняется комнатой. Только вот как дети можно найти вот так описывать некоторые вещи. Вы видели, как дети иногда по улицам со школы идут? И им все равно, что люди там на улице, они в своем мире. Не обратитесь как дети, не войдете в Царство Небесное. И ничего не было. И когда пришел этот свет, вообще ничего не было видно. Густое облако света жидкого вообще ни себя даже не было видно. Я пытался видеть себя. Я не видел себя. От Его лица бежало небо и земля и не было им места. Когда Бог являет присутствие ни для чего другого и ни для кого другого нету места. Только Он. Даже для тебя Его нет. И оно тебе не нужно вообще. Поэтому себя там не видишь. Зачем? Это вот там для внешнего двора и для внутреннего. Временное было ослепление славы. Это то, что увидел от свидетельства ковчега Павел. Открылся портал, свет и Бог с этого места проговорил Павел. В фильме показано, что он напал с лошади. Писание нигде не говорит, что он ехал на лошади. Или на осле. Он упал. И почему-то он с лошади. С верблюда с лошади. В принципе, это не важно. Чем выше, чем сильнее падение. Также вдруг слава возвратилась к этим личностям в дверях. Резко и все стало как бы на свои места. Этого ждут херувины. Вот когда Отец Иисус вот так вот проявят славу. Они наблюдатели, но Бог это делает для нас, кто способен обитать в этом месте. Не для них, они улавливают. Вот почему они любят церковь. Благодаря церкви, ребята, нам тоже перепадет чуть-чуть. Поэтому мы служебные духи, мы будем служить, фотографироваться с ними на небе, представляешь? Херувины гоняются за тобой. Давай фотку, селфи, давай селфи. и мы будем выбирать, каким лицом с ними сфотографироваться. Орел, лев и так далее. Этого ищут Херувимы. Бог засвидетельствовал о себе и открылся на ковчеге откровения. Откровение тайны завета. Я услышал откровение тайны завета. Я взглянул на себя и увидел, что от этой вспышки света я преобразился. Взирая на славу Господню, открытым лицом преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Переход от славы и я услышал голос. Переход от славы в славу возможен только здесь. Наше место жительства на небесах. Почему вот эти небеса? Да твое место жительства там. Не тогда, когда ты умрешь и смерть разлучит тебя с этим миром. Если это требуется чтобы ты умер, чтобы пришла смерть, чтобы ты попал на небо, смерть твой спаситель. Сейчас эти обители уже доступны и книга откровений говорит об этом, потому что мужик по имени Иоанн видел даже новое небо и новую землю, на которых существует правда уже существующими. вот для чего книга откровения, чтобы мы видели движение на небе и на земле как на небе. Это не просто формула Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое. Иисус дал эту молитву, потому что мы должны стать этой молитвой в похвалу славы благодати его. Я есть молитва очень наш. И ним закрутился. Довольно. Ну как это описать? Ну по-детски вы понимаете? Понимаете? Мы люди. Я пережил это. Как вы хотите? Братья, сестры, дорогие сосы, Господи, спасенные души. Да я на лицо твое посмотрю, я не хочу служить Богу сразу. свят. Спасибо. Спасибо. А пророчество от вас, что верующие гады, черви и дрянь. Постоянно какой-то нехатив, грешники все отвратительные, мерзкие. И Бог так ищет, вот как будто бы, знаешь, выискивает грех. У пророки к нам. В деревню к нам приехали пророки, чтоб указать все наши пороки. А харизматы громко прокричали, религиозники сидели и втыкали. Мы написали в Киеве песню частушки христианские. И перед конференцией в деревню к нам приехал сосы двася. И сосы двася начал всех колбасить в видениях. Он видит привидения, мы не пойдем в такие заведения. То есть это те, кто оставались на конференции, мы начинали это с этой песни. Мы такая частушки. И те, кто оставались, мы продолжали. конечно, поэтому люди живут во грехе. Им говорят, что они грешники. И они верят. Описание говорит, если Иисус служитель греха, как он говорит, если я снова разрушаю то, что я созидал, то я делаю законопреступникам. Как Иисус может быть служителем греха, если ты называешь себя грешник. Последний там такой вот еще. Да, это вообще уникум. Грешник, спасенный по благодати. Моразм вообще. И в это люди верят. Пророк для того, чтобы лучшие качества. Бог вообще Иеремии сказал, знаешь что, если ты не научишься извлекать драгоценное из ничтожного, ты не будешь как мои уста. А люди извлекают ничтожное из драгоценного. Просматривают твои проповеди, находят там смехотворство. Идите в греческий оригинал, посмотрите, что такое смехотворство. Трудно будет с Иисусом некоторым на небе, он очень веселый. И отец, живущий на небесах, посмеется. Отец там постоянно смеется. У них есть шоу, которое никакой ангелам не предоставит. Это смотреть на церковь. Это без юмора невозможно смотреть на церковь, как она движется, как она в инстанции. Иногда просто он говорит, так, сын, давай просто посмеемся с любовью. с любовью. Посмотри на драгоценного брата. Да, Кривковский победный. Но они создают... Один брат нас пригласил в Москве. Такой мэрс там какой-то, и было 4 или 5 известных проповедников. Его пригласили. И там была моя проповедь в спортивных штанах где-то там все. И мы где-то в Москве служим. И они ржут. Говорят, слушайте, приглашает ли кто-то такого? Так что идиота кретину приглашает кто-то такого? И этот брат говорит, он так смотрит, слушает. О, всем духов Божьих. О, нам это надо. позвонил. Смож приехать в конференцию в Ростове хотим пригласить и так далее. Там, где тот Бентли. Радость. Святость и радость они взаимодействуют вместе. Они от Бога приходят. Некоторые люди думают, что святость это вот постное лицо такое. Ажем есим. И всегда плачевно все так плачевно заканчивается там. Царство небесное. Мир праведности и радости. Бедная церковь у них стоит томиться, к небу стремиться. вечная слава. Посмотри, как ангелы славят. Когда ангелы и заканчиваем с этим молитва и все. Ангелы говорят, свят, 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 Господь Савуф и вся земля полна слава, которая есть и была, грядет. идет эта хвала. Эта хвала идет видимом и она собирается. Что делают 24 старца? они падают и короны, они это торг духовный. Это там, где нужно торговаться с Богом, на озере стеклянном, где предлагать себя взамен что-то, чтобы получать. И они кидают эти короны за что-то большее. И вот это все происходит. И когда Дух Святой наполняет чаши хвалы и все эти вещи Фемиам раздается взрыв над престолом. Это как триллионы миллиардов ядерных грибков один взятый. Но это не грибок, а это сфера, это окружность. И они начинают расследовать. И все эти череды триллионов ангелов как домино, как карточный домик шлепаются на землю. И высвобождается радость. Потому что полнота радости в присутствии твоем. И это все переживают. И они там и эти подняли короны. о так вот. А люди же представляют ажмесь корону. Двух личностей мы увидели в церкви лично, которые были одни из 24 старцев. двух личностей. Один был Илья. У него огненная борода. Когда увидите, знаете, что это Илья. Борода из огня. Потому что он пророк огня. Там они представители того служения, которое они были. И второй Иов. У Иова очень высокий лоб и голубые глаза. Но он не старик. Это не старцы, это старейшины. Это не старики. У нас перевод, да? Старцы. Нет. Это старейшины. Зрелые. Они 24 хромосома. Это 12 и 12. Это ДНК Бога. Который имеет 24 стержня. Они присоединены и представляют представители церкви. 12 законов небесного Иерусалима и 12 законов Сиона. Не 10 заповедей. 12 и 12. Это печать совершенства и зрелости Бога. 24. 40-24. Которые должны... И это все веселые ребята. Они не могут взаимодействовать с верующими. Как вы это видели? Подождите. А кто разговаривал с Иоанном? Один из личностей. Который говорит, не волнуйся, я знаю, кто победил и сможет открыть всем печать и почитать. Они все взаимодействуют. И они приходят посмотреть, что происходит в Медвежьегорске сейчас. Вот оттуда. Смотрят. Ребята. Это не значит, что там откуда-то с тридевятого царства они смотрят с другого измерения. Когда папе что-то... Вы знаете, вы никогда не будете смотреть на то, что вам не нравится. Поэтому Бог иногда вскрывает лесу свою. Вот это. Люблю вас много. Нечего тут. Поклоняться мне, воскурять фемиан, исполнять все эти праздники, празднование беззакония. Закруйте мне. Да. Заприте, а я ваш кал возьму и раскидаю по вашим лицам. Нет, это Ветхозавет не Бог. Посмотрим. В будущем. Нет. Испоржения в Новый Завет тоже переместились, они существуют. У нас. И вот это вот то, что делают люди, которые грязью льют и забрасывают нас. А теперь я не хочу никого устрашить. Ну, представьте. если то, что было вот сказано, это свидетельство, это неправда. Я придумал это. Если. И просто записал. Ну, вам ничего не будет от этого. И мне будет большая проблема. Но если я это увидел, и кто-то критикует это, это дело не во мне. Пусть разбираются вот там. Да. Понимаете? Насколько опасно судить какие-то вещи. Да. Переживание нужно проверять по слову. Во время переживаний я говорю, Бог, подтверди мне это слово. Я ничего не запишу на бумагу, пока то, что я не увидел, не будет подтверждено из Священного Писания. Потому что это наш критерий. Поэтому вот отсюда мы берем. Потому что это не закончится. Я... Спасибо.